здравствуйте вы смотрите проект в гости сегодня с нами мастер подводной съемки человек который является своего рода проводником волшебный мир моря это дмитрий рудость здравствуйте дмитрий дмитрий рудость опытный дайвер оператор автор документальных фильмов об океане и его обитателях за годы увлечения подводными съемками дмитрий следовал не только глубины японского моря но и живописные места по всему миру свидетельством его таланта и творческого роста стали многочисленные награды кинофестивалей и номинации в профессиональных конкурсах помимо документальных съемок дмитрий рудость нередко выступает оператором постановщиком подводных сцен в игровом кино я начну с такого знаете журналистского клише которая уже к вам немного прицепилась вас сейчас называют приморским жаком ивам кусто скажите вы считаете так комплиментом или таким ненужным штампом во первых не то нравится я этим горжусь сейчас некоторые друзья мои меня подкалывают меня называют дмитрием дмитрий анатольевич кусто раньше так называли а сейчас называют дмитрий ребризеревич кусто дело в том что я сейчас ныряю освоил принципиально новый аппарат называется он ребризер это тот аппарат который не пускает пузыри и он расширяет мои возможности как подложен на оператора вот друзья надо мной так смеются мне приятно все жители приморья знают множество ваших работ они отмечены призами всевозможных фестивалей и так далее создается ощущение что вы все время находитесь в какой-то работе что сейчас сейчас вы тоже на этапе какой-то работы создание чего-то сейчас очень много проектов вы знаете честно говоря это приятно очень приятно во первых у нас мы взоры разных людей почему-то не знаю почему но обратились на дальний восток и это не может не радовать потому что у нас на самом деле есть что посмотреть но кроме этого скажем вот если взять например этот сезон он интересен тем что вот ну скажем взять прошлый сезон он очень много тайфунов было море зацвело условия для путешествий отдыха дайвинга и так далее складывались ну прямо скажем не лучшим образом этот же год он вы знаете он где-то компенсирует прошлый год дело в том что в этом году мне удалось заснять группу морских львов которые пришли к нам одна львица была омечена и по этой метке мы установили то что она это львица она пришла с острова ионы это недалеко от камчатки вот ну то есть мы ездим в таиланд они с камчатки ездят к нам и в этом году к нам касатки заходили в этом году стаи дельфинов и так далее то есть ну это круто и прям может не может не радовать меня очень многие называют везунчиком мне на самом деле везет под водой я это активно использую с делюсь с вами любимыми телезрителями потому что ну в качестве примера могу привести пример когда ну я горжусь съемками того что я снял рыбу луну в наших водах рыба которая обитает в индонезии в теплых морях там на галапагосах ее среди можно море то на границ не имеет но вероятность того что это животное к нам зайдет очень мало и скажем встретить это ну верх везения а есть какое-то ну может быть живое существо которое знаете вы ждете удачи чтобы вам довелось его снять вы точно знаете что это возможно здесь у нас но вот пока не я вообще отношусь к дайвингу моим путешествиям под водой как знаете я очень часто называю дайвинг это ну и свой акваланг телепорт грубо говоря кувырок за борт или там шаг в воду и ты находишься в параллельной вселенной да где свои законы там тонкости существа и так далее и так далее и ныряя постоянно я для себя я может быть не в мировом масштабе для ученых каких-то там не делаю открытия для себя я постоянно что-то открываю я не ученый не какой-то там биолог и и так далее не просто интересно так вот отвечая на ваш вопрос однозначно я сказать не могу потому что я ну все хочу все хочу показать у нас ощущение что вы уже видели все я не знаю я хочу был косаток заснять были ситуации когда я скажем после выхода из воды мне рассказывают что буквально там 10-15 метров стая косаток ходила я не знаю то ли к счастью то ли к сожалению их не встретил представляете кит такой подойдет вопрос такое понятие у меня регулярно обновляется моя моя аппаратура людей которые сродни мне занимаются подводной съемкой и так далее мы стал я сталкиваюсь постоянно с тем что как только ты меняешь аппаратуру переходишь на другой класс на другой уровень тебе все необходимое переснимать потому что ты понимаешь что это можно все лучше 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 и нет предела совершенства вот поэтому много чего хочу а хочу акул сейчас вот я непосредственно занимаясь съемкой акул наших водах тех же например снимая осьминогов вот в моем почему-то присутствие они порой так чудят что каждая встреча с осьминогами они она ну как-то милю приводит меня в восторг и они постоянно чего-то как отчебучат не знаешь просто вот не могу я насытиться ими по роду своей зрительности я часто имею дело с операторами и заметила что они зачастую увлекаясь процессом абсолютно теряет чувство опасности у вас в этом смысле есть какой-то стопор который вам всегда говорит что вот граница за которую нельзя заходить вы знаете дело в том что подводная съемка она где-то сродни охоте какой-то или я не знаю это коллекционированию вот в моем случае это подводная видео охота и азарт присутствует однозначно скажем при съемке морских львов которые вот к нам пришли давно и к нам не заходили ну так чтобы вы понимали начинаю начиная где-то с начала двухтысячных годов занялся дайвингом и вот с этого за весь этот период я встречал морских львов внутри раза вот представляете какой был восторг когда вот я недавно и встретил их там было тут 30 на больше вот они врезвились вокруг нас так что это вообще капец и ну вот было это все достаточно экстремально почему потому что нам повезло в общем то то что не подали не подошел хозяин гарема вот по всякому может быть дело в том что иногда они начинают воспринимать дайверов или водолазов как конкурентов которые посягает на самочек ну и там бывает что достаточно все плачевно может все это дело закончится скажем на камчатке был случай когда один фотограф необдуманно взял и сикача толкнул сикач хватил его за руку и утащил на 40 метров ничего он там его не разорвал как бы все слава богу фатально не закончилось но тут бросил свою камеру там часть снаряжения и так далее в нашем случае скажем они не шланг поддува оторвали там шлема пытались нас снимать не то дурачились нами но животные очень серьезные точно ну самец там может полтонны весит представляете вот насколько серьезное животное и они в нас в общем то никакой опасности не видят не ощущают для не то что для них игры для нас может это все как бы грустно заканчиваться иногда и я голову теряю что там говорить радио как там есть слоган у national geographic мы идем дальше чтобы вы увидели больше бывает конечно такое слава богу все это заканчивается хорошо потому что есть такое выражение лучше один раз не нырнуть чем один раз не вынырнуть каких-то своих интервью в которых вы рассказывали о начале вашего дайверского операторского пути вы говорили что первая эмоция которую вы испытали после погружения это желание поделиться со всем миром той красотой которую вы там обнаружили вы делитесь уже много лет но ваш энтузиазм наверняка не может не заражать ваших знакомых ваших друзей какое-то сообщество вокруг вот этого увлечения дайвинга вокруг массы она сложилась вы знаете вообще дайвинг вот я сейчас вы мне перечисляйте на меня нахлынули какие-то то есть эти вот воспоминания еще я с родни детским я аж мурашками покрылся потому что что-то вот вспомнилась вот этот как я первый раз нырнул и какое-то впечатление на меня произвело вот у меня просто мне так унесло что я не знаю я до сих пор отойти от этого не могу где на самом деле я вот когда первый раз нырнул я дня три я не мог ни о чем говорить только кроме дайвинг вот только дайвинг только дайвинг все вокруг этого по поводу дайв сообщества есть очень много групп есть очень много объединений и так далее дайвинг он вещь такое занятие она интернациональная и скажем у меня очень много друзей по всему миру мы общаемся мы делимся своими эмоциями мы делимся своими материалами там впечатлениями показываем кто-то фото свои фото работы кто-то показывает видео какие-то отснятые и так далее общение происходит постоянно у меня например на филиппинах есть любимый дайвгид обет его зовут обет корпус мы его в шутку обет называем вот ему потом рассказали он тоже смеется как что такое обет но очень компетентный человек и скажем я в свое время раза два в год как вот только появлялась возможность я старался выбраться в это место потому что филиппинская анилао это такое место недалеко от манилы это в моем рейтинге занимает первое место в мире по макросъемке то есть всякие мелкие козявочки которые порой без специальной аппаратуры невозможно увидеть там присутствуют в изобилии там можно заниматься прямо всю катушку своим любимым делом дайверский мир он он объединяет благодаря дайвингу общаешься таким широким кругом людей что просто вот познакомиться где-то там я не знаю на остановке на улице но никогда в жизни этого не произойдет недостаточно же однажды научиться а потом просто практиковаться наверняка вам нужно как-то технически совершенствоваться я не знаю может быть как-то тренировками и периодически повышать уровень мастерства а вот и стоит такой вопрос перед вами дайвинг понимаете это вещь такая своеобразная это всегда приключение это всегда какие-то хохмы в дайвинге в процессе обучения основная основной смысл обучения это инструктор должен во-первых научить вас не переоценивать свои возможности а второе это то как если что-то пойдет не по плану то у вас должен четко отпечататься в голове каков должен быть ваш алгоритм действий при возникновении какой-то нештатной ситуации а то есть вы должны знать там маску и там вода залилась что-то должен сделать регулятор потерял там что-то должен делать там перемерз в холодной воде регулятор ты должен знать четко что ты должен делать чтобы не погибнуть потому что вода по своей структуре по понятным причинам это враждебная для нас среда хотя мы состоим на большую часть из воды вот кстати мы говорим до японское море а между тем ведь даже японское море на нашем регионе она абсолютно разное насколько я знаю допустим север края и здесь юг края вот где множество островов и так далее это вообще скажем так в значительно отличающиеся друг от друга экосистемы у вас есть какие-то излюбленные места или вы как раз тот случай когда вы стараетесь побывать и там и зямы как можно больше охватить смотрите у на наше японское море она и вы кстати вот я не знаю для тех кто знает я напомню для тех кто не знает ученые некоторые утверждают не то что утверждают это на самом деле так японское море называют микромоделью мирового океана почему потому что у нас есть мелководная часть у нас есть глубоководная часть у нас есть островная часть и тут течение разные заходят и у нас тут можно биоту какую-то встретить которая обитает в тропиках и в то же самое время у нас можно увидеть биоту которая обитает при минусовых температурах и так далее то есть которые любят очень холодную воду только это в разное время года наш край достаточно большой и в тот период когда ну вот например вид на юге края уже холодовода любимые животные отошли они еще какое-то время находятся в северных частях нашего края и наоборот вот например если взять бухту витязь у меня там у моего товарища валерия даркина у него находится база куда я с радостью несколько раз за сезон приезжаю ныряю и мне там очень нравится нравится в каком плане это место очень много островов очень много разного рода ландшафтов и рельефов много затонувших объектов а затонувшие объекты они привлекают очень живность всякую когда там до кого-то это трагедия а до кого-то это создание грубо говоря каких-то новых жилищных условий как-то говорилось дайверов что любой затонувший корабль это такой зоопарк в котором на разных уровнях разные совершенно верно и по цепочке все подтягивается туда и как большой коммунальной квартире начиная там от этих супер мелких козявок крупных объектов рыб там все остальное на это дело собирается и просто тут вот край наш интересен тем что каждый человек если он понимает что он хочет он может спланировать что-то вот именно по своему содержанию и наполнению вот именно своей дайв приключения а что касается ваших фильмов у вас по мере того как все больше становится опыта все больше прибавляется признание ваши амбиции тоже с этим растут то есть вас есть желание к чтобы каждый новый проект становился все более ну возможно каким-то сложным в какие-то более труднодоступные места вы пытаетесь понимаете тут вот ситуация такая без нормального здорового перфекционизма не будет роста вот и ну к себе надо я по крайней мере для себя так к себе отношусь отношусь постараюсь относиться критично и так далее в качестве примера вам скажу следующее то что я по-честному свои какие-то работы фильмы смотреть не люблю почему потому что я со своими друзьями подчас порой вкладываешь в это дело душу столько времени усилий терпения нервов и всего остального по прошествию какого-то времени когда включаешь это кино там это работу свою понимаешь что столько всего накосячил что просто не хочется думать сейчас вот здесь вот так переделал здесь вот так вот и так далее получается что ты по прошествию времени ты с ростом своего профессионализма своего уровня и так далее ты понимаешь что нет предела совершенства во первых но это наверное здорово потому что у тебя есть к чему стремиться постоянно больше процент ваших погружений вы делаете это вместе с видео камер я всегда собой беру всегда видео камеру понимаете честно я давно уже просто не нырял без камеры но такие случаи были буквально недавно это случай я узнаете я для себя столько нового открыл но смысле столько видишь всего у тебя столько времени столько настолько это все комфортно и так далее когда ты с камерой столько мимо проходит тебя от этого не видишь почему потому что ты сосредоточен на этой съемке а вот надо сказать ведь под водой одна из сложность вот видео или фото съемки в том что помимо того что мы там дышать не можем еще вода же это очень плотная и не статичная среда а зрителю это хочется показать очень красиво и так далее очень часто споры между фото и видео операторами что сделать сложнее и те люди которые со мной ныряли которые видели чего мне стоят кадры которые вы видите как зрители они сейчас уже когда в моем присутствии фотографы с видеографами не спорят вот я думаю многих наших зрителей может возникнуть вопрос получается что для дмитрия его погружение и съемки это основной род деятельности или все-таки вы по-прежнему расцениваете это как ваше увлечение и есть условно говоря работа который вы тоже посвящаете время и сила для меня это хобби которое приносит иногда деньги прожить этим делом ну наверное не получится с голоду помрешь об развитии говорить наверное вообще что-то сложно потому что ну вся подводная видеоаппаратура стоит достаточно серьезных денег если мы говорим о сегменте про профессиональная аппаратура она сама по себе дорогая а там же еще нужно все это дело изолировать от воды специальные боксы там линзы какие-то порты и так далее все это очень дорого стоит поэтому но для меня это иногда приносящие доход занятия а вот тогда у меня бизнес который позволяет мне заниматься этим увлечением я счастливый человек в этом плане это однозначно давайте наверно под занавес нашего разговора коснемся еще такого ракурса это задействование вас в качестве оператора постановщика и в игровых сценах в кино в игровом связанном с подводными съемками как это случилось какие то вам приносит эмоции опыт знаете вот все что касается кино это всегда и такая бомба это такое сумасшествие вот я не знаю на тот момент когда все это происходит вот просто хочется иногда просто встать я не знаю хлопнуть дверью ударить кулаком по столу да пошли все туда-то и туда-то настолько это все вот бурлит везде все ты на ходу порой это все импровизация какая-то тебе приходится принимать какие-то решения которым ты не готов ты работаешь с каких-то супер экстремальных условиях которые тебе вот просто помог на коммуникоаппективном уровне тебе не доступны там например связь под водой разговаривать без специальных устройств вообще невозможно но вот и тебе нужно а тебе нужно выполнить какую-то задачу и все это такие заморочки конкретные но это настолько увлекательно это просто вот отвал башки как выражается один из моих приятелей потому что вокруг тебя просто все кипит пылает я не знаю ты находишься на передовой и не каждому человеку это подходит это это точно однозначно вот но с другой стороны если тебе это как-то заходит тебе это нравится ты это такое приключение которое вот ну всегда тебе нужно быть с трезвой головой с трезвым рассудком и так далее то есть вот сейчас мы снимали фильм анастасии зверьковой главной роли дмитрий певцов на байкале там по сценарию главный герой дмитрий певцов он там выпал за борт падал дублер туда дублер играл все это дело андрей бут вот если ты видишь эту съемку андрей тебе снимаю шапку потому что знаете кто-то мне когда-то говорил немцы в свое время когда воевали с нами сибиряков не брали в плен я сейчас понимаю почему немцы я не знаю правда это было или нет но вот выражение такое есть и вот в качестве примера вот могу привести его там просто получается он там был в сетке замотан и выпадает за борт это все очень экстремально и так далее то есть это просто такой драйв и нужно быть в тонусе нужно если что подстраховать потому что съемка это может закончиться фатально достаточно если в свое время на человеку не оказать помощь если она ему будет требоваться ну и короче нужно быть готовым к любому развитию событий и это круто мой последний вопрос вот многие находят совершенно справедливо что наш приморский край побережье это такая же мчужина россии которая для многих до сих пор остается не открыты вам бы хотелось чтобы сюда увеличился приток желающих открыть на себя японское море или вы считаете что чем дольше это остается не столь популяризированным тем это лучше для нас и для от самого моря и иногда шокирован тем что но смотря мои работы люди задают вопрос а это где снята на что им отвечать ну поступает ответ разумеется в приморском крае потом люди не верят что это у нас в россии и так далее и тому подобное но я в меру своих ограниченных возможностей я пытаюсь бороться с этим делом я понимаю людей которые скажем вот в таиланде есть философия такая что приезжайте мы вам рады они понимают что туристы это те люди которые привозят деньги это те люди благодаря кому они существуют и везде вас встречают милая улыбка и так далее у нас конечно это не всегда вот ну такой у нас российский менталитет что когда нету никого вот почему не едут а когда приехали тогда в некоторый год по наехали там я понимаю что туризм он полезен нашему краю он нужен позволен позволяет и позволит нашему краю развиваться без туризма это наверное неправильно другой вопрос то что одну на сегодняшний день вот все правило практически указывает на то что он у человек по своей сути он ну как паразит или микроб на теле матушки природы земли что ли я не знаю точно чем занимаемся мы воспроизводим в себе подобных мы кушаем засоряем окружающую среду и это не лучшим образом сказывается в целом на планете или там на приморском крае то в общем то везде одна и та же история взять там боли и таиланд или где где очень много людей тем правило с природой все очень грустно если это все в рамках каких-то вот таких нормального отношения к морю природе к людям и так далее да это но это круто это просто об этом только мечтать спасибо что поделились своими мыслями спасибо что заглянули очень приятно было общаться а